приветствую вас друзья в этом видео расскажу вам разные новости всякие поэтому поехали первое это команды участники турнира легендарная семерка и нами beyond jumbo team и ам g на манеже одни и те же видим что как и рассказывали нам разработчики любой может прийти в игру там киберспорт все дела влиться туда снова будем смотреть как пожилые танкисты в киберспорте поджимчики там куда-то делают по воде и в клинче махаются я в этот раз не стал покупать набор который увеличивает фонд этого турнира поскольку мне это стиль не понравился но танкисты уже без меня почти насобирали 17 миллионов рублей призовой фонд этого турнира а будет проходить этот турнир точнее финал начнется 10 августа 10.00 не знаю будем смотреть в этот раз или нет команды одни и те же опять смотреть этих пожилых танкистов или нет я не знаю напишите в комментариях надо нам это стримить и обсуждать и смотреть вместе со мной или не надо я прошлый раз насмотрелся на эти гениальные тактики и легендарные ошибки как в рандоме обычном следующая новость это уголок моделистов 29 июля в 12.00 стартануло это событие это веб-ивент на 15 заданий опять можно выиграть прям танчик заканчивается она 11 сентября это если вы просто 15 заданий потихоньку будет выполнять те кто выполняет все задачи до 5 августа 12 00 мск автоматически станут участниками розыгрыша 750 прям танка 8 уровня лорейн 40 тонн 250 игроков которые пройдут все задачи быстрее других до 5 августа гарантированно получит этот танк грубо говоря у нас есть неделя чтоб пройти на скорость вот вам на форуме вырезал картинку все народы из этого замечательного события за каждую задачку понемножку можно там тут а вот этого пофармить я прошлый раз не попал в топ 250 самых быстрых потому что у меня были долгие бои на которые я никак не влияя что они долгие я вообще был в шоке что вообще такой в игре возможно долгие бои в танк шок поэтому я даже не знаю браться за это или нет но теперь стало известно что все таки наверно надо пройти поскольку в этот раз еще можно будет вам разыграть прям танки потом а честно говоря так не хотелось браться все это но ради вас я постараюсь наверное помним что зачетное время стартует с принятия первой задачи если танчик у вас уже есть вы получите компенсацию 11000 золота в целом событие длится 45 дней но на скорость неделю дается вам также говорится о том что можно на телефоне открыть эти задачи на сайте для этого нужно телефон повернуть экран горизонтально альбомная ориентация короче если у вас у телефона альбомная ориентация то можно на телефоне клацать задачки и дальше играть может быть так будет удобнее а то каждый раз сайт открывать это конечно дурка также есть ограничения задачи выполняется на танках 6 уровня и выше то есть ниже 6 левела задачу не выполняют следующая новость ранговые бои на девятках поиграл я в это чудо 2 с часа эффективность 27 процентов 15 поражений 5 побед я вообще в этом режиме не влияю на победу и режим играется 10 на 10 у меня в команде 9 пожилых петрович и едут непонятно куда пол команды всегда с нулем играя постоянно с одного и того же респа другой респ и вообще ни разу в глаза не видел на некоторых картах карт всего там штук 10 кажется малиновка химмельсдорф энск ласвель руинберг рудники мураванка утес эль-халуф тундра при этом две из этих карты энск и тундры это карты для низких уровней которые я не видел уже давно зачем-то их подняли сюда до девяток чтобы мы поиграли на них зачем здесь нет переработки карт как в натиске под бодрая танковая рубилова 10 на 10 здесь обычные карты которые играются 10 на 10 дерьмово одни и те же респы постоянно проигрывают а другой респе ни разу не видел гениальное короче событие награды отстойные до экспериментальное оборудование это прикольно но финальная награда полная фигня боновая компоновка я ее не использовал вообще ни разу нигде никогда не для чего мне там в чате написали что иногда там можно куда-то и приткнуть на моих танках она не нужна я не катаю что что требует такое им гениальное оборудование мое самое востребованное оборудование это досылатель турбина закалка потом дай бог там стабилизатор вентиль может там на лтшку я не знаю мало шума коп просветленка все больше практически никогда ничего не используется иногда там на барабанные танки у м.п. или экспериментальное там оборудование экспериментальная закалка экспериментальная турбина в принципе все ежедневные задачи тут не выполняются слабого хотя бы фармятся очки боевого пропуска и можно пофармить серебро на убогих прям девятках дай бог они хотя бы еще боны фармят так бы я вообще не знаю зачем я вот два часа в это поиграл на фармил три шеврона за два часа больше я в это заходить не вижу смысла поскольку там и игроки какие-то странные очень много непонятных челиков которые я даже не знаю как оценивать их игру это не то что плохо это даже не игра каждый бой там в одной или в другой команде несколько челиков с нулем чем они там занимались я не знаю короче мне вот эти вот не до режимы полу режимы недоделанные мне не нравится совсем вот эти аркады какие-то вот эти вот ранги на шестерках семерках девятках еще не понятно чем я считаю что это все халтура недоделки просто пресная фигня зачем нас недоделанным кормить из года в год я не понимаю мне не надо миллион режимов мне надо пару нормальных качественных больших хороших чтобы они время от времени для разнообразия включались и я в них заходил отдохнуть от рандома поиграть во что-то новенькое свеженько мне не нужен стальной охотник включенные на десятилетия мне нужны вот эти вот не доделки ранги на девятках или аркадки там хрен пойми что зачем меня фарширует как свинью этим говном недоделанным я не знаю мне это не нравится вообще мне нравилось когда время от времени включали натиск обалденный проработанный большой режим давнюю там есть свои минусы но нельзя не учесть что это все-таки что-то полноценное стальной охотник тоже большой хороший проработанный режим в которой иногда можно зайти немного поиграть но не перманент на несколько лет а потом хвалиться что там видите ли разработчики говорят онлайн там большой и что весь этот онлайн не хватает в рандоме для того чтобы балансировщик хорошие бои собирал они черти что зачем мне стальном охотники несколько лет хороший онлайн чтобы что для чего он в игре вообще такое делать ведь все эти режимы которые одновременно включены они забирают на себя людей и в рандоме особенно низких лавалах игра очень сильно страдает испокон веков было так что включается еще какой-то дополнительный режим помимо основного рандома и рандом всегда страдает сейчас на этот рандом навешали столько что я вообще удивляюсь как он хоть чуть-чуть там как-то играется следующая новость это карта камчатка которая будет в патч 129 патч 129 у нас будет 11 сентября показывали эту карту ну и последнее самое наверное интересное это 15 сезон боевого пропуска показали 3d стиль один из трех танки которые будут у нас 15 боевом пропуске с 3d стилями новыми это panzer konfagen 7 в 3d стиле шаровая молния это 3d стиль очень сильно отсылает нас к режима вофентрагера который тоже осенью будет мне 3d стиль 50 на 50 вроде прикольные есть некоторые элементы там крылья над катками маска какая-то с охлаждением квадратная пушка но так в целом вот этот вот сетинг вофентрагера с электро билибердой в целом это не мое что-то там может прикольное есть в этом но кому-то нравится кому-то нет мне ни туда ни сюда тут уже на свой вкус сами думать следующий танчик type 71 в 3d стиле ронин пока что показали картинки только 1 3d стиля а type 71 и объект 430 он на них пока еще не показали только покажут я вам видосе покажу тоже у type 71 3d стиль называется ронин название прикольно танчик классный мне очень сильно нравится я надеюсь что стиль будет очень крутой поскольку танк обалденный я периодически его в натиске там на одной карте используют и так в целом я три отметки на нем набил очень кайфу из этого танка надеюсь что 3d стиль не подведет объект 430 3d стиль называется за самара что это за набор слове без понятия я не особо фанат 460 у поэтому ну если будет хороший 3d стиль ладно если нет тоже ладно в принципе вот такие вот новости сам бы варточка рать красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока